Давайте разберёмся с тем, как называются суставы в конечности тела. Надо сказать, что рука и нога, передняя и задняя лапа, крыло и лаз устроены по одному единому плану. Этот план лучше знать, тем более, что он не использован. Вот сейчас мы нарисуем архетип, то есть общий план строения любой конечности, позвоночного совершенно любого. Дополнение, вон там тело. Раз, два, три, четыре, пять. Вот он, общий план со всеми костями, которые входят в состав любой конечности. Ну давайте для человека поговорим. С этой стороны всё будем подписывать для руки, а с этой стороны для ноги, как что он называется. Итак, это у нас рука, а это у нас нога. Во-первых, любая конечность делится на три отдела правой границы. Раз отдел, два отдел, а ниже третий отдел. Третий отдел самый сложный. Он состоит из трёх полдотделов. Раз под отдел, два под отдел, три под отдел. Вот и всё. Если это рука, так называется вот этот отдел. Вот он. О, полуище до первых устава. Плечо. Здесь будем писать номера отделов. Именно отделов. Плечо. Хорошо. В руке прошёл первый сустав. Сстав, как это называется будет? Нет, локтевой. Название сустава это имена кровотительные. Это локтевой сустав. Вот он. А вот это пояс, как называется? Плечевая. Не-е-е-е. Плечевая. Через плечо идёт плечевая груз. Пусть плечевая. Хорошо. Второе отдел. Ог локтя до кисти. Вот это. Как это называется? Называется отдел. У этой части руки своё название. Не-е-е. Брек-плечевая. 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 Вот эта часть руки называется бред-плечевая. Сейчас увидите, зачем нужно понимать все эти обозначения. Иначе вы будете врать изображение тел животных со страшной силой. Бред-плечевая. Хорошо. Костя, вот эта парочка, дабы-плечевая. Они называются локтевая и мучевая. Брек-плечевая и мучевая. Прямо сейчас можно разобраться в ту и в ту и в ту. Это несложно сделать. Так? Вот давайте отдельную эту парочку укрупнённую нарисуем. Вот сейчас вы увидите, насколько неправильно говорить слова «больше и меньше» в биологии. Вот от этих маленьких косточек дальше пойдёт основание в ладонь. Согласны? Согласны. Хорошо. Итак, видите, у этой пары костей какая хитрая закономерность. Одна широкая со стороны локтевого штаба, а другая с этой стороны какая? Узкая. Узенькая. За той стороны кисти. На широкая. Прямо на бак. Согласны руку вот так. Вот в этом месте косточку прощупываете, прямо по той кисти. Это вот этот вот локтевой выступ, локтевой отросток, локтевой кости. Вот она, локтевая. Но в кисти много ли костей опирается именно на локтевую? Одна. Нет, на самом деле только один единственный палец опирается на локтевую. Да? Основание. Только одного. А основание всех остальных пальцев на какой год опирается? На локтевую. На локтевую. На локтевую. Вот они. С стороны локтевого штаба, она совсем узенькая. Вот здесь, а на срачей. А почему я тоже знаю? А вы пока в фоне не знаете, что такое луч. Когда разберем, что такое луч, тогда поймете, почему я называю это лучевая. Итак. Хорошо. Теперь, кто знает, как называется весь вот этот вот отдел кисти? Абсолютно верно. Название всего отдела кисти. Хорошо. Как видите, кисть трехкажная. Из трех этажей считает. В верхнем этаже два слоя костей. В первом слое сколько косточек считает? Три. В втором? Семь. 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 Во втором четыре. Всего семь. Согласно? Называется этот вот отдел будет запястье. Короткие пусты, запястье. От запястья начинаются длинные кости, от которых будут брать начало пальца. Этот отдел кисти, как называется? Пясть. Пясть. Совершенно верно. Пясть. Ну и от каждой пястной косточки берет начало свой палец. Так? Этот отдел называется палец. Вот это имена отделов и подотделов. А слово паланга, что означает? Паланга это столбые пальцы. Нет, это не пальцы. Палец это палец, паланга это паланга. Что такое паланга? Это вот сустав. И не сустав. Это маленькая сустава. Паланга, паланга это имя вот этой косточки. И вот этой косточки, и вот этой. Не отделов целого, и не сустава, а именно косточки. У каждой паланги есть свой номер. Они у нас с вами номерные. И вот здесь очень важное понятие, понятие луча. Что называется конечностью луча? Ну давайте смотреть, как все устроено. Берем, допустим, безымянный палец на нашей руке. Он опирается вот на эту тястную кость. И в его составе три паланга. В результате, смотрите, можно выделить такую синюю линию, которая проходит сквозь кисть. Вот такая линия, состоящая из пальца и тястной кости, и будет называться лучи. Сколько лучей в нашей конечности? Пять лучей. Считаем, сколько лучей. А, большой палец, а ты тоже считаешь? Ну, а каждый. Ты что, не понимаешь? Ну, а ключевая. Конечно, пяти лучевая конечность. Это пять лучей. Вот они расходятся отсюда. Понятно теперь, почему бы эта лось лучевая называются? Основные лучи отходят как раз к нему. От всего отходят вот только один луч. А вот у вас же таймер? А как же, конечно. Его что, нет у вас в руки? Есть. Так, вот давайте, чтобы было понятнее, сделаем вот так. Что я сейчас прорисовал на своей руке? Кисть. Ага. Все кости, кисть. Вот эти вот, коротенькие, это что такое? Это кости запястья. Кисть. Именно запястья образует подвижный переходник. На запястье кисть может вращаться достаточно свободно. Теперь вот это, что за косточки? Это пястные косточки. Они образуют каркас лотой. При этом вот эти четыре пястные сшиты между собой в один пакет. Вот здесь проходит общий связочный пакет. Вот эта четверка сшита. Можете ли вот этой косточкой прошевелить так, чтобы это не шевелилось? Попробуйте. Пястная косточка безымянного пальца? Нет. Нет, конечно, они все вот так пришиты. А первый луч пришит к второму или нет? Нет. Первый луч – это основание большого пальца. А вот здесь между первым и вторым лучом, вот этим первым, стоят не связки, а наоборот мышцы, вот они. При сокращении, что делает первая луч по отношению к остальному? Отходить в сторону. Поэтому основание большого пальчика может уезжать в сторону от остальной ладони. Зачем это надо? Чтобы хватать. Так, чтобы хватать. Ладно. Вот это мы забрали с вами с рукой. На самом деле нога у нас с вами устроена ровно так же. Немножко, не почти, а точно так же. Немножко меняется форма, отдельность костей. А все остальное остается абсолютно тем же самым. Смотрим. Первый отдел. Ногу я вниз боку нарисую. Так вот вам удобнее увидеть и понять. Второй отдел. Пошел третий отдел. Первый его подотдел. Второй подотдел. Третий подотдел. Отдеваем все тело мышцами. Мышцами тоже. Ну и как всегда, на доске, когда рисуюсь, очень трудно соблюдать пропорции, потому что весь рисунок целиком не видел. Я у этого человека сделал гигантскую стопу при очень короткой остальной ноге. Давайте мы все-таки стопу приведем в пропорциональный порядок. Ну, хорошо. Понятно, что это не стройная женская ножка, а такая белая мужская лапа. Значит, но все основные отделы нанести. Первый отдел. Сколько костей всегда в первом отделе? Одна. Второй отдел. Две. Всегда две кости. Третий отдел. Вот он. Только развернутый, то он не вдоль, а в другом 90 градусов. Да? Все те же самые три подотдела. Раз подотдел, два подотдел, три подотдел. Как называется первое отдел в ноге? Вот это. Бедро. Вот он. Бедро. Бедро. Бравится. Отдел называется бедро. Бедро. Колено. Колено – это коленный сустав. Вот он. Хорошо. Вот этот отдел как называется? Бедро. Бедро и большое колено и малое отдел. Отдел, не кости. А, бедро. Берцовый. Вот как, ребят, вы даже не умеете описать свое тело. Ладно, вы животные, но свое-то, родное тело. Надо знать, что, как в нем называют. Голень называется. Берцовый. Берцовый – это имя кости. А тело – это всегда имя существительное. Если имя прилагательное, то это название – суставы или кости. Да? Хорошо. А этот отдел – вещь целиком, как называется? Стопа. Стопа, слава богу. Не ступня, я прошу Богу. Ступня – это нижняя поверхность стопы. Поверхность. А сам отдел называется – стопа. Стопа. Хорошо. Первый – под отдел стопы. Обратите внимание, именно на него опирается все тело. Вот эти лосочки. На них приходится весь вес урожайки. Как называют? Это название отдельных костей. А название под отделом? Предплюсно. Предплюсно. Хорошо. А вот этот под отдел? Плюсно. Плюсно. Только ударение наоборот. И кости, соответственно, будут называться плюсними. Ну, а этот под отдел, так же, как и на руке, так же, как и на ноге, этот отдел называется под отдел. Ну, названием плюсневых костей и предплюсневых я вам голову мучить не буду. А вот эти две косточки лучше по именам знать. Большая и малая, берцовая. Это имена костей, которые в голени. Большая и малая, берцовая. Ровно по такому плану устроены конечности абсолютно у тех позвоночных. Что с ним может быть? Вот достаточно многих позвоночных, может происходить вот что. Что я сделал на плане строения? Убрал два луча. Сколько лучей осталось? Три. Осталось три луча. А эти получи остались маленькие косточки, а в памяти о том, что и лучи здесь были. То есть, на самом деле, три пальца осталось. Уголов из известных вам позвоночных. Так, в количестве вот такого типа, потерявшие боковые пальцы. У птицы. Птица, крыло птицы. Крылья птица, так? Боковые пальцы утеряны. Лучше всего, разве, вот этот, средний пальцы. Так? Значит, ну, более или менее, разве второй луч. Третий луч, у него совсем небольшая кровь осталась. Так? Хорошо, а еще уголку. А, нет. Значит, есть еще вот такой вариант. А у млекоплетающих, у кого-нибудь так, есть? Может, в Крибре еще. В Крибре. Зверь известный вам, никогда в Крибре. А, не точно. Нет, все три пальца на месте. Кошки. Не милец. А, носорог. Значит, дело в том, что носорог – это ближайший родич лошадей, ослов и зебр. Что происходит у лошадей, ослов и зебр? А у них не только вот эти две боковые, два боковых включающие зла. У них исчезают и вот эти. В результате на сколько пальцев опирается лошадь или отделка? На один единственный палец. Носорог опирается на три пальца. Скажите, пожалуйста, это четное или нечетное количество лучей? Нечетное. Нечетное. Поэтому этот руку млекоплетающих так называется. Непарно-капутное. Носороги, лошади, опоры. Опора на непарное, нечетное количество пальцев. Значит, вы представьте, вы встали вот так на четверике и побежали куда-то, опираясь на кончик последнего пальца. Что с ним будет? Сломается, расплющится, взорвется кожа и так далее. Поэтому поверх последней паланки. Что вырастает? Защитный популяр, который мы как называем? Капута. Разумеется, кончики пальцев, кончики паланк прикрыты как публики. Хорошо, и так. Вот это. Носорог, лошади, осел. Теперь берем другую команду. Бегемоты, свиньи, овцы и быки. А у них игра по-другому играется. У всей этой публики... Посмотрите, как прошла редукция. Сколько лучей осталось? Четыре. Четыре. Это четное или нечетное число? Четное. Парно-копытное. А мы вопросом. У бегемотов в одинаковые степени разжигают все четыре луча. На каждой паличке кончается копытом. И возникает мощная, похожая на колонну, четырехпалая лапа с очень короткими пальцами, защищенными копытцами. Что такие быки и коровы? Быки и коровы, а за одну – свинья. Значит, у свиньи это особенно хорошо видно. Значит, вот свинная ножка. Они иногда продаются в магазинах или где-нибудь на рынке, например, влацах. Смотрите, как они устроены. Сколько копыт на свинной ножке? Два. Нет, не два. Четыре. Четыре, правильно. Обратите внимание. Вот это два большие несущие копытка. А вот здесь что? Вот это? Маленькие. А это маленькие копытцы. Они на самом деле играют достаточно важную роль. При движении по копкому грунту, по болоту. Вот пока зверь идет по твердой земле, опора вот такая. Все нормально. А при движении по копе, это пальцы вот так в сторону отставляются, а здесь опорная копыта. Что-то площадь опора. Побольше. Возросла проще. А там, что-то двух, но не таковы. Значит, да, абсолютно. В результате первая, значит, средняя два луча длинная. Вот такие. Вот они. А крайние два луча короткие. Значит, у овец, антилу, коз. Вот эти лучи стали совсем коротенькие, сюда переросли. Потому что вот таких копыт вы не увидите. У них только два оконных пальцев тоже. Хорошо. Ох, как все разобрали.